Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава Евангелия от Иоанна для библейского портала Экзегет. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями. У нас с вами уже назревает конфликт в тексте о том, кто такой Иисус. В предыдущей главе очень долгая его речь про то, что он исполняет волю Отца, пославшего его. Ну, и Шестая глава дает такой небольшой перерыв в этом конфликте. Вот есть фарисеи, вообще вожди иудеев, которые Иисуса как-то очень резко не принимают. А есть простые люди, вот с ними мы снова встретимся в Шестой главе. Как они, интересно. Затем Иисус отправился на другой берег Галилейского, то есть Тибириадского моря. Два разных названия, на самом деле, озеро, а не море, но очень большое озеро. За ним следовала большая толпа, ведь люди видели, как он совершает чудесное исцеление больных. Еще бы, здоровье-то всем нужно. Иисус поднялся на гору и сел там вместе с учениками. Ему, наверное, иногда хотелось от этой толпы все-таки как-то отойти, да? Может быть, потому. Приближалась Пасха иудейский праздник. Иисус поднял глаза и увидел, что его окружает большая толпа. То есть, смотрите, уже независимо от того, что он говорит и делает, да, вот народ за ним идет. И вот он говорит Филиппу, как вы думаете, о чем он сейчас скажет, да, если текст не очень знаком, а произнесет какую-то проповедь, очень важное какое-то изречение. И вот он говорит Филиппу, Филипп один из учеников, где бы нам купить хлеба, чтобы их накормить? В принципе, он не обязан. Они сами к нему пришли. Он не объявлял, я вас буду кормить, я буду о вас заботиться. Но просто он видит, что люди там стоят и голодные уже, наверное. Иисус это говорил лишь, чтобы его испытать, ведь он знал заранее, как поступит. Филипп ему ответил, и на 200 динариев эта монета серебряная не удастся купить столько хлеба, чтобы каждому хватило хоть по кусочку. Один из учеников, Андрей, брат Семена Петра, ему говорит, тут у одного мальчика есть пять ячменных хлебов и две рыбки. Только что это значит для такой толпы? А зачем тогда он это говорит? Ну, ясно, что это не решение проблемы. Но, вот, мне кажется, этот рассказ, у нас одновременно такая притча про ресурсы. Ну, что я могу? Ну, у меня там, сколько у меня там сил, денег, времени, способностей, талантов, вообще всего. Очень немного. А ты попробуй. А может быть, вот это как раз та малая часть, которая, если Бог захочет, умножится каким-то непонятным образом. Очень часто спорят, кстати, про механизм этого чуда. Но давайте дальше прочитаем. Иисус ему ответил, рассадите народ. На том месте была густая трава, и люди на нее прилегли. Ну, потому что люди обычно за трапезой тогда возлежали. Их было около пяти тысяч человек. Ну, то есть, один хлеб на тысячу, да? Иисус взял хлебы и с благословением стал раздавать разместившимся на траве людям. Ну, это обычная история про трапезу среди народа Израиля. Да, то есть, благословив отца, он преломил хлеб и стал раздавать каждому по кусочку. И рыбу тоже кому сколько хотелось. Интересная такая деталь, да? Не то, что там порциями вот тебе столько, а больше не проси. Бери сколько влезет на здоровье. А когда все наелись, Иисус велел ученикам, соберите остатки, чтобы ничего не пропало. А те собрали. Тоже очень интересно, чтобы ничего не пропало. Ну, можно это, конечно, трактовать в каком-то духовном смысле, чтобы там ничто не погибло. Но это ведь еще и просто забота об этих людях, да? Ведь они поели, а потом им снова захочется. Те собрали, что осталось после еды, и остатков набралось 12 корзин. Это от пяти яичменных хлебов. И люди, которые видели, как Иисус отворил это знамение, стали говорить, он воистину пророк, которому надлежит прийти в мир. Почему не рассказывается, как это было? Что вот он преломил, и там этот хлеб увеличился сильно в размерах, или там появились новые куски. А есть даже такие материалистические объяснения, что у людей с собой были припасы, они только делиться не хотели. И люди, увидев, что это происходит, стали от себя добавлять. А неважно. Вот мне кажется, это абсолютно неважно, как это работает, а важно, что вот ситуация, ой, проблема, мы ничего не можем сделать. Ну, у нас чуть-чуть есть. Давайте начнем с этого. Иисус знал, что они хотят собраться, схватить его и сделать своим царем. Так это же хорошо. А потому он поднялся снова на гору в одиночестве. Он не хочет быть царем. У Иоанна нет рассказа про искушение в пустыне, да, где там дьявол ему предлагает быть царем этого мира, но тем не менее царем он быть не хочет. Опять-таки, почему? Вот если бы мне предложили стать царем, ну, наверное, я бы, по крайней мере, задумался. Я же хороший человек, я много хорошего сделаю для своего народа. Но царство мое не от мира всего. Это вот вещь, которая очень важна в Евангелии. Когда настал вечер, его ученики спустились к морю и, войдя в лодку, стали переправляться на другую сторону, в Капернаум. Уже настала темнота, Иисус к ним все не возвращался. Потому что странный эпизод. А почему так срочно в Капернауме-то понадобилось? Среди ночи. Ну, я не знаю. Во-первых, понятно, что это была какая-то такая вот непостоянная точка, где они жили. Они просто возвращаются домой, в конце концов. Одно чудо состоялось, а дальше что есть? Где ночевать? Как там сейчас себя вести? Надо домой вернуться. А Иисус вот там на горе молится. Ну, сколько можно его ждать? Ну, давайте уже. Там волнуются наши родные вообще. Я опять проголодался. Все, поплыли. Мне кажется, вот так это как-то было. А море волновалось под сильным ветром. То есть, как не вовремя они. Но Галилейское море, это есть такая особенность. Там действительно часто... Частые порывы сильного ветра приводят к тому, что буря поднимается внезапно. Когда они уже отплыли на 25 или 30 стадий, это несколько километров, то есть, на середине озера фактически, от любого берега далеко, то увидели, что Иисус идет по морю и уже подошел к самой лодке. Они перепугались, а он говорит им, это я, не бойтесь. И как только они захотели взять его в лодку, как она сразу же оказалась у того берега, к которому они направлялись. Здесь Иоанн иначе описывает это чудо. У синоптиков, ну, там еще и Петр, да, позволь мне прийти к тебе по воде. А Иисус запрещает ветру и волнам. А у Иоанна даже какая-то более гармоничная картина, то есть, они сразу оказались там, где нужно. И вот, смотрите, вот такие хлопоты, да, вот история про ресурсы была, а это история про наши усилия. Вот что-то не получается, вот мы волнуемся, будет, не будет. А с ним прямо раз и все, да. Похоже на насыщение хлебами. На следующий день толпа, которая осталась на том берегу моря, обнаружила, что другой лодки там не было. Иисус не садился в ту, на которую плыли ученики. Они отправились без него. А где же Иисус? Зато другие лодки из Тевриады приплыли к тому берегу, рядом с которым Господь с благодарением накормил людей хлебами. Здесь уже появляется слово Господь применительно к Иисусу. И вот, когда толпа увидела, что там нет ни Иисуса, ни его учеников, они сели в эти лодки и отправились к Капернаму в поисках Иисуса. Вот снова Иоанн, эти мелкие детали повседневной жизни. А толпа-то там осталась. А как она может переправиться? Лодок нету. А, приплыли другие. Значит, взяли у них лодки. И когда они нашли его на противоположном берегу, то спросили, Рави, когда же ты успел переправиться? То есть, вот, никак они от него не отстают. Иисус сказал им в ответ, аминь, аминь, говорю вам, я вам нужен не потому, что вы поняли смысл знамения, а потому, что досы-то поели хлеба. Слушай, ну это же здорово найти человека, который будет себя всю жизнь кормить чудесным образом, да? Работать не надо, волноваться ни о чем. Вот, быть с Иисусом и хлебушка от него получать. Заботьтесь не о той пище, что подвержена гниению, а о той, что остается в вечной жизни. Ее вам даст Сын Человеческий. Ведь Отец, то есть, Бог, возложил на него свою печать. Он старается все их направить к другому, более глубокому пониманию этих событий. Тогда они его спросили, а что нам делать, чтобы наши дела были угодны Богу? Такой вечный вопрос религиозного человека. На него обычно отвечают. Вот вам правила постов, молитв, поведения, то, сё, пятое, десятое, обряды, праздники. Иисус сказал им в ответ, вот в чем угодное Богу дело, верьте в его посланника. И все. Как немного. Они его спросили, а какое ты намерешь знамени, чтобы могли его увидели и в тебя поверили? Что ты можешь сделать? Здрасте, а вот это вот про хлеб, это не работает? Наши отцы ели в пустыне манну, как написано, накормил их хлебом небесным. Это не очень понятно, где написано. Это такой пересказ в Исходе, 16 глава числа, 11. Там рассказ про то, как накормил Бог манны, израильтян, который переходит через пустыню. Ну, смотрите, вот конфликт, да, с фарисеями, там всё понятно, с вождями духовными, там у них вопрос власти и авторитета, да, кто ты такой, чтобы нам тут изгонять торговцев из храма, чтобы там исцелять в субботу и нарушать его законы. Кто ты такой? Покажи свои документы. А простой народ, нам бы хлебушка. Он им говорит, верьте в его посланник. А как насчёт хлебушка? Да, то есть, манны нас кормил, Бог 40 лет, так и давай тоже, корми. Иисус им сказал, аминь, аминь, говорю вам. Да, Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец мой даёт вам истинно небесный хлеб. Хлеб Божий тот, кто сходит с неба, и жизнь даёт миру. Тогда они ему сказали, Господи, подавай нам такой хлеб постоянно. Да, вот они вообще не слышат просто в упор ничего, да, а не только вот еду хотят. Ну, приходится уж конкретно сказать. Иисус им на это ответил. Хлеб жизни — это я. Кто приходит ко мне, не останется голодным, и кто верит в меня, никогда не будет жаждать. Помните, как самаритянку, он просил его напоить у колодца, и ей говорил про жажду, что вот вода, которую я напою, она не иссякнет, и она будет источником воды в очреве человека. Похожая здесь тоже. «Но, как я вам сказал, хоть вы меня увидели, но не верите, что даёт мне Отец, кто ко мне и придёт, и кто приближается ко мне, того не прогоню». То есть они всё про хлеб, а он про себя, да, и, конечно, это включает и хлеб, но не в нём же дело. «Я сошёл с неба, чтобы исполнять не свою волю, но волю того, кто меня послал. А воля того, кто меня послал, такова. Он мне передал всё, чтобы я всё сохранил от погибели и воскресил в последний день. Воля Отца моего в том, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, получил бы вечную жизнь, и я Его воскрешу в последний день». Ну вот тут, похоже, нужно что-то такое другое. Иудеи стали со смущением обсуждать эти его слова. «Хлеб, сошедший с неба, это я». Они говорили, «Да ведь это же Иисус, сын Иосифа. Мы знаем, кто его отец и кто мать. Как же это он говорит, что сошёл с неба?» Ну да, а для руководства самое главное, чтобы он не говорил о себе каких-то слов, возвышающих его, да, потому что это подрывает их авторитет, они считают. «Иисус в ответ им сказал, «Не ворчите между собой, никто не может прийти ко мне, если его не призовёт Отец, который меня послал. И такого человека я воскрешу в последний день». У пророков написано, «И все будут научены Богом». Есть у Исаии в 54 главе, у Иеремии в 31. «И всякие, кто понял урок Отца, приходят ко мне». Но это не значит, будто кто-то видел Отца, а кто от Бога, только тот и видел Отца. «Аминь, аминь, говорю вам, кто верит, тот обрёл вечную жизнь». «Хлеб жизни – это я». «Ваши правоцы ели в пустыне манну, но всё же умерли». Вот это возвращение к истории про манну в пустыне, при переходе через Синайский полуостров. «А хлеб, что сходит с неба, таков, кто поест от него, не умрёт. Хлеб живой, что сошёл с неба, – это я. Кто вкусит этого хлеба, будет жив вовек. Хлеб, которым я вас наделю, это моя плоть, отданная за жизнь всего мира». Но здесь уже и хлеб, и плоть, как мясо, и люди, очевидно, не очень вообще понимают, о чём это, да? Тогда иудеи стали горячо спорить. Как же это он может накормить нас своей плотью? Ну, тоже можно об этом поговорить. Смотрите, вот плоть, отданная за жизнь всего мира, первые слова Иоанна Крестителя, которые, собственно, говорят о роли, это агнец, который берёт на себя грехи мира, то есть жертвенное животное. И, соответственно, жертвенное животное закалывается, а потом часть его туши сжигается для Бога, а часть может быть съедена людьми. Там и разные виды жертв, но типичная схема именно такая. И, по сути дела, он говорит о жертвенной своей смерти, которая будет во имя людей. Ну, и, конечно, здесь возникает образ Евхаристии, который я здесь напрямую не назвал. Иисус им сказал, аминь, аминь, говорю вам, если вы не будете вкушать плод Сына Человеческого и пить Его кровь, вы не будете обладать жизнью. А тот, кто вкушает моё плоть и пьёт мою кровь, обладает вечной жизнью, и я воскрешу его в последний день. Вот, собственно, явное указание на жертву. И то, что звучит здесь, конечно, понимается, как Евхаристия, да, в любой христианской традиции. Но важно, что она здесь связывается с этим самым жертвоприношением. И вот разговор просто о хлебе, который умножился каким-то образом, да, и люди наелись, подводит к разговору о самом главном. Вот эти маленькие эпизоды, они заставляют задумываться о том, что важнее непосредственно этих эпизодов самих по себе. «Ибо плоть – моя истинная пища, и кровь – моё истинное питьё. Кто вкушает моё плоть и пьёт мою кровь, тот пребывает в единении со мной, а я с ним. Меня послал в мир живой Отец, и я живу благодаря Отцу, и кто вкушает меня, будет жить благодаря мне. Да, хлеб, что сошёл с неба, он не таков, как тот, что ели ваши правоцы и потом умерли, но тот, кто вкушает этого хлеба, он будет жить вовек». Конечно, это очень странно звучит, особенно если понимать так, что фактически он говорит о каннибализме, на буквальном уровне. Надо есть моё мясо. И люди, наверное, многие так и понимали это всё. Всё это он сказал в Капернауме, когда наставлял народ в синагоге. Ещё и место такое, не просто вот где-то на улице, а в синагоге во время, наверное, субботней молитвы. Многие из его учеников, услышав, сказали, тяжело такое слушать, кто может это вынести? Ну, во-первых, действительно не всё понятно. А во-вторых, шокирующий образ. Он что, не мог подобрать какие-то более гладкие, обтекаемые слова? Вот есть мясо. Человек говорит, ешьте моё мясо. Ну, как это? Ну, это же что-то прямо вот из ряда вон, да? Иисус понял, что ученики возмущены его словами и сказал им, и это служит вам соблазном? Что же будет, когда вы увидите, как Сын человеческий восходит туда, где был прежде? То есть, да, шаблоны ломаются, стереотипы меняются. Вы готовы к этому? Дух даёт жизнь, а плоть бессильна. Слова, что я вам сказал, они дух, и они жизнь. Но среди вас есть и те, кто не верит. Ведь Иисус с самого начала знал, кто из них неверен и кто его предаст. Он добавил, потому я и сказал вам, что никто не может ко мне прийти, если ему не будет это дано от Отца. Ну, вот вечный вопрос богословов, да, это предизбрание ко спасению. Но здесь вроде как на это есть намёк. То есть, человек приходит к Иисусу только если Бог его для этого предназначает и предизбирает. Но, с другой стороны, здесь нет эксклюзивности. Идея того, что только ограниченное число. Говорится лишь о том, что это тоже род Отца. И кто пришёл, тот пришёл. После этого многие из учеников его оставили и больше уже вместе с ним не ходили. О, видите, и тут же ответ на вопрос, можно ли это потерять. Оказывается, можно. То есть, они же пришли к нему, а потом бросили. Иисус задал 12 вопросов, 12 апостолов в самый близкий круг. Может быть, и вы хотите уйти. Интересно, кстати, только Иван упоминает тех, кто был наравне с 12, но не остался. У синоптиков всюду 12. А, значит, их было, да мы даже не знаем сколько. 24, 48. Ну, не обязательно кратное 12 число, но любое могло быть. Многие оставили, да, значит, ни два, ни три. Может быть, и вы хотите уйти? И Симон Пётр ему ответил. Господи, куда мы пойдём? У тебя на устах слова вечной жизни. Мы уверовали и познали, что ты свят у Бога. Смотрите, свят у Бога такой вот оборот речи, которую можно как угодно трактовать. Иван как будто избегает точных богословских формулировок. У него, скорее, это поэтические и возвышенные, да, и вот такие межличностные. Иисус им сказал, вот это я избрал вас 12. Опять тема избрания, то есть, всё-таки они были избраны, да. Но один из вас дьявол. Дьявол, ну, то есть, клеветник или лукавый. Он имел в виду Иуда, сына Симона Искариота, который был одним из 12, но в будущем его предал. Ну, Искариот, раз уж мы здесь до этого слова дошли, мы точно не знаем, что оно означает. Вероятно, это по-библейски Ишкерриот. Керриот — это название селения, ну, и, соответственно, просто по месту, откуда он родом. Хотя были и другие разные толкования. Ну, почему это отдельно говорится? Ну, потому что имя Иуда, оно довольно распространено было, да, и нужно было и как-то различать. Вот, но седьмая глава продолжит тему толпы Иисуса и разговора о том, в чём, собственно, его проповедь заключается и как на эту проповедь реагирует толпа. Продолжение следует...